Имена героев Великой Отечественной войны знает каждый житель города. Память о героях увековечена в названии улиц Соликамска. Знают ли горожане об их подвигах? Нет. Вообще ничего не знаешь? А хотел бы узнать? Да. А где можешь узнать, например, про это? Как думаешь? В интернете? Нет. А вообще задумывались, хотели бы узнать об этом? Ну, ну да. Хотелось бы. Ничего. А вообще хотела узнать, заинтересовалась? Нет. Возможно, в будущем заинтересовалась бы как-то. Класс. А ты что-нибудь знаешь о Матросове? Я тем более нет. На войне служил, когда-то погиб. Больше ничего не знаю. Подвиг сделал. Какой? Аббуратуру закрыл своим телом. К сожалению, не каждый современный школьник знаком с историей и подвигами людей, чьими именами названы улицы Соликамска. Например, Александр Матросов 27 февраля 1943 года закрыл своим телом абразуру вражеского дзота, чтобы дать своему подразделению возможность атаковать опорный пункт гитлеровцев. Николай Ватутин командовал героической обороной Воронежа летом 1942 года, прорывом обороны немецко-фашистских войск северо-западнее Сталинграда в ноябре того же года и командовал войсками в битве на Курской дуге в июле 43-го. Василий Кузнецов – один из героев всех переломных битв Второй мировой войны. 21 апреля войска Третьей ударной армии под его началом первыми ворвались в Берлин, а уже 30 апреля три бойца этой армии установили на крыше Рейхстага штурмовой флаг, ставший знаменем победы. Чтобы эти и другие подвиги сохранились в исторической памяти и понимании детей и молодежи, сотрудники Управления образования Соликамского округа запустили городской конкурс «Улицы героев Великой Отечественной войны». Чтобы знать увековечные названия в улицах, чтобы мы это понимали, знали, гордились этим, ну и передавались поколение в поколение, поскольку порой сегодня мы начинаем забывать о наших героях, вы можете рассказать о улицах, которые названы в честь героя Великой Отечественной войны в нашем Соликамске. Не только Соликамске, но и района. Вы это можете сделать с помощью написания эссе, либо снять видеосюжет, либо сделать фотоколлаж, ну или сделать какое-то доброе дело на этой улице героя. Проект «Улицы героев Великой Отечественной войны» проводится по инициативе депутатов Законодательного собрания Пермского края Эдуарда Витисяна и Павла Кузьмина при финансовой поддержке компании «Уралкалий», входящей в группу «Уралхим». В целях сохранения исторической памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьи имена увековечены в названиях улиц Соликамского городского округа. Соликамск – город с богатой историей. Нам есть кем гордиться. Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, дань памяти и уважение их подвигу. Важно, чтобы наша молодежь знала историю и тех, кто ее создавал. Конкурс «Улицы героев Великой Отечественной войны» поможет сохранить память о героях войны и воспитать чувство патриотизма, уважения к родине у подрастающего поколения. Добавим, принять участие в патриотическом конкурсе улицы Героев Великой Отечественной войны могут учащиеся школ города от 10 до 18 лет. Первый этап уже начался, он пройдет до 7 мая. Предлагается написать эссе на тему улицы Героя. Заявку на участие нужно отправить по электронной почте до 22 апреля. Ее вы видите сейчас на своих экранах. В ней укажите фамилию, имя, отчество, возраст, школу, руководители его контакты, телефон самого участника конкурса, имейл и также заявленную номинацию. Заявку на участие во втором этапе конкурса можно будет отправить до 13 октября включительно. Работы можно присылать с 1 мая. Номинации, фотоколлаж или видеосюжет «Герой моими глазами» и волонтерская акция «Доброе дело на улице Героя». Все участники получат сертификаты, а победители и призеры – ценные подарки и призы. Мне повезло учиться в одном классе с внуком Николая Латкина Евгением, и поэтому о нашем земляке я знаю чуть больше, чем все учебники истории вместе взятые. А вот участникам проекта только предстоит сделать открытие и рассказать о героях, чьи имена в названиях улиц. Всем участникам проекта успехов желают Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания Соль-ТВ.